Доброго здоровьица, уважаемые посетители моего канала! Юзер! Вот, знаете, сразу хочу вам сказать, и потом буду еще, возможно, повторять. Вот нас всех хотят сделать какими-то юзерами, то есть пользователь ТР-ДС4ХЗД8ТТ2. Ну что это такое? Как в концлагере, знаете, вот какой-то номер только присвоили и все, и живи. Если мы с вами имеем хоть какое-то собственное достоинство, ну пусть они нас назвали, но вы там пишите. Начинайте там, допустим, Галя, Петя, и дальше пишет. Спасибо, очень интересно. А если черный налет на зубах, зубы чистишь, а толку нет, и на ногтях белые точки? Я, значит, ответил. Налет на зубах, этот зубной камень был у меня, точки на этих самых белые, на ногтях было у меня это. Кажется, у всего было, как и у всех. И даже пытались почистить от зубного камня в зубном этом кабинете у врача, что получалось. Значит, и все-все зависит от специалиста, который берется все это дело чистить, то на десны соскользнет вот эта вот ерунда, то есть повредит их. То там, допустим, щешет больше, чем надо этого, грубо говоря, камня и эмаль там сотрет и так далее, и так далее. То есть крайне неприятная процедура, вот это вот отбеливание зубов или еще там что-то, как я так делал. И толку никакого. Камень как был, так и оставался. И вот я предпринял 18-дневное голодание. Естественно, я шел постепенно. И вот помню, что я там или воду пью, или там зубы там чищу. Где-то суток примерно на 15, там 16, примерно так было. Зубы черные, то есть камень зубной имеется. А потом только просыпаясь, опа, а он практически отскочил. Сам отскочил. В некоторых местах там только осталось, а потом и это ушло. То есть зубы и стали белые. Зубной камень исчез. То есть вот так вот мы с вами там питаемся, как обычно мы там питаемся. Живем самотеком, как живем. И естественно, у нас различные там проблемы появляются с этими зубами, зубной камень. И нам предлагают вот, вот это, вот это, вот это, вот это. Достаточно, не обязательно голодать. Достаточно перейти на другого питания. Не сразу, конечно, это будет. И зубной камень исчезнет сам собой. То есть добавить в свой рацион там овощей, там фруктов, чтобы это примерно была половина вашего пищевого рациона. И уже дело пойдет. То есть все это делается легко и просто, если знать, понимать. Значит, был у меня этот. Далее. Были у меня и точки на ногтях. Белые такие точки, вот они идут. По-моему, еще, знаете, в школе все это дело было. Потом, когда я начал заниматься всем этим оздоровлением, все это дело исчезло. Можете глянуть на мои ногти сейчас. Вот они какие. Я такого здорового цвета своих ногтей никогда в своей жизни не видел. А все дело в том, что помимо того, что, допустим, ты там занимаешься, эти точки там исчезли. Исчезли, значит, как бы сказать, точки исчезли. Ладно, точки исчезли. Но вот чтобы сама ногтевая пластинка была вот такого цвета, такого у меня никогда не было. И это все благодаря тому, что вот эти занятия изодинамической гимнастики на тренажере Сергея Прокопьевича Крымова привели к тому, что у меня стал работать костный мозг. То есть вот эти вот нагрузки направлены на то, что включается в работу костный мозг, который вырабатывает обновляющие все эти там вещества, так называемые, как их называют, там стволовые клетки. Все это идет. И в результате, я не хочу сказать, что я там какой-то молодой. Ну-ка сейчас посмотрю на себя. Посмотрю на себя, что я там молодой, такой-сякой. Но тем не менее, у меня нету морщин. Вот я смотрю на свою жену. Она пользуется там различными, знаете, косметическими средствами. Тем, семь, пятым, десятом. Но у нее кожа лица вот... Не буду на свою жену наговаривать. Но кожа лица не такая, как у меня. У меня нагладка без разного рода прыщей. Хотя раньше, хотя раньше, если говорить о красоте там кожи и так далее, у меня были и прыщи. Я помню, побреюсь. И у меня, вот, знаете, это такое понятие, как раздражение после бритья. О чем это говорит, раздражение после бритья? Это говорит о том, что организм переполнен разного рода инфекцией. И как только это малейшее раздражение, все это, иммунитет достаточно слаб, и все эти прыщики тут как тут. Потом надо что-то там делать такое, сякое, для того, чтобы они исчезли. Или там не бриться, или еще что-то такое. То есть, более-менее правильное питание, плюс занятие вот этой вот гимнастикой, способствует тому, что у вас увеличивается энергетика, и энергетика является самым важным компонентом иммунитета. Мы привыкли рассматривать иммунитет с позиции того, что там лимфоциты имеются, там лейкоциты, и все это такое, вот эти иммунные тела, они там активируются, то есть, все, пятое, десятое. Это, грубо говоря, там на материальные, будем говорить, различные компоненты, бактерии, грибки и так далее. Но вот смотрите, что важно понимать. Это то, что если у вас мощная энергетика, то ваша вот эта вот аура становится плотная, плотная, энергетически насыщенная, и все постороннее, допустим, та же бактерия, тот же грибок, тот же вирус, который попадает в объем этой ауры, он имеет, естественно, свою собственную энергетику, она его разрушает, просто-напросто разрушает. И это все выражается в том, что вы гораздо меньше болеете, а то вовсе не болеете. Кожа гладкая, эластичная, без всяких прыщ-шоу. Ногтевая пластинка, благодаря тому, что укрепилась кость и работает костный мозг, выглядит великолепно. Знаете, я вот так смотрю, там, допустим, опять-таки, жена, она делает себе там маникюр чем-то, там, смазывая, там, в кабинете, там. Я смотрю на ее ногти, на свои, так сказать, сравниваю. Она покрыла вот этим лаком, то-се, а у меня не без лака. Вот такие вот здоровые, знаете, вот-вот-вот. Я такого не видел. Ну, естественно, зубы, хоть зубы у меня, надо было, конечно, заниматься зубами пораньше, они далеко у меня не все, но, тем не менее, без всякого налета, налета никакого нету. Я о нем забыл, хотя я вспоминаю, что он у меня был. Вот такие-то дела. Поэтому секрет противопаразитарной чистки, чистки печени, да, можете попробовать это сделать, изменить питание. Сначала почиститься, вот, как раз, противопаразитарную чистку сделать. Потом, как раз, у нас начинается, вот, оздоровительный сезон, он начался на нашем канале. Сделать, если вы никогда не заглядывали в свой толстый кишечник, значит, с помощью клизм навести там порядок. 10-15 клизм сделать, все это описано. Потом чистку печени. И потом сравните, вот, какими вы были и какими вы стали. Ну, вот эту разницу вы почувствуете. И тогда там не просто там черный налет, там белые точки, еще там что-то, еще там что-то. Ваш организм начнет работать совершенно по-другому. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики, прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.